Квартира, где научат жить. Общественная организация молодых инвалидов и их родителей Грани отпраздновала новоселье. Глава города лично посетил их новый штаб. В феврале активисты обратились к мэру с просьбой предоставить помещение, а уже в марте удалось его получить. Облагородили за счет спонсорских средств. Теперь здесь занимаются 20 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Они учатся здесь всему, чему можно учиться и дома, но здесь в условиях квартиры и с помощью тьютеров-педагогов это лучше получается, чем дома с мамой в любом случае. То есть они учатся следить за собой, мыть посуду, готовить, трудовые навыки, шить йод, качество. Учатся общаться, помогать друг другу, заботиться друг о друге. Опыт организации подобных квартир специалисты Грани переняли у коллег из Владимира. Например, вот на такой небольшой кухне ребята учатся самостоятельно готовить. Сегодня в меню оливье. В соседней комнате художественное творчество, рисуют лето. По словам специалистов, подобная практика уже дает результаты. Эффект это в первую очередь надежда. Надежда родителей на более достойную жизнь своих детей. На жизни не в закрытом учреждении, а может быть в квартирах поддерживаемого проживания. Сейчас одна из главных проблем организации – нехватка опытных педагогов и консультантов, которые смогли бы научить ребят общаться с окружающими и чувствовать себя комфортно в обществе. Мэр Владимир Шарыпов пообещал помочь с решением этого вопроса. Сейчас у нас на базе молодежного центра работает коллектив педагогов-психологов. И мы постараемся сделать так, чтобы у нас общественная организация «Грани» более плотно взаимодействовала с данным молодежным центром. И так, чтобы у нас педагоги, тьютеры, они приходили и занимались с детьми, с молодыми людьми вот уже на базе этой квартиры. На памяти сегодняшнем дне глава города с ребятами высадил цветы. В будущем «Грани» надеются, что смогут организовать целую систему таких квартир, где ребята с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься с юного возраста. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.